Что мы представляем, говоря об атмосфере пушкинской эпохи? Прежде всего, это, наверное, балы, которые были излюбленным развлечением публики. Красивые наряды, галантные кавалеры, страстные танцы и, конечно же, бальный этикет. Такое великолепие современную молодежь не оставит равнодушным. Ну, а во-вторых, особую атмосферу эпохи придавали салоны, которые в начале 19 века переживали свой рассвет. Это были своеобразные лаборатории ума и творчества, где собирались лучшие умы того времени. Как раз один из таких салонов и был воссоздан в холле Дома народного творчества. Давайте пройдемся по нему и узнаем, что же там есть. Письменный стол, перо, канделябр, опубликованные произведения. Набор великого поэта представлен на суд публики. В центре внимания, конечно же, сам юбиляр. Русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, который недавно закончил свой роман в стихах Евгении Онегин, над которым трудился долгих 8 лет. В нашем городе сегодня гости Дмитрий Петрович Дюжев нас опять решил проведать со своей новой программой. Теперь уже из моей. Я долго этого ждал, но наконец-то вспомнили и про меня в Нижнекамске. Одно из произведений Евгения Онегина, одно из самых популярных. Как вы заметили, Пушкин не настоящий, а вот звезда русского кино Дмитрий Дюжев подлинный. Зрители ожидали начала поэтического моноспектакля Евгения Онегин с большим энтузиазмом и надеждами. Мне вообще очень нравится Дюжев как актер, как театральный именно. Посмотрим, что будет. То, что читала в интернете, вроде должно быть интересно. Я ожидаю хорошего настроения, праздника, потому что такое бывает очень редко в нашем регионе. Спасибо, что такое у нас получилось. Так как пушкинские дни у нас в Нижнекамске, и скоро день рождения Пушкина, и, конечно, хочется приблизиться к искусству и разнообразить свои, так скажем, дни и вечера. Год работы над моноспектаклем, 70 страниц текста, побежденные сомнения и страхи. И вот два часа на сцене Дмитрий Дюжев мастерски перевоплощается из мужского персонажа в женский, очаровывая зрителей актерской игрой. В глуши! Что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает ссору однообразной наготой. Сам Дмитрий Дюжев лелеет надежду, что подобные вечера вернут поэзии читатели и слушатели, а русское слово вновь обретет свое величие. Сложнейшее произведение, и вы так легко слушали, и даже не устали, как будто бы. Просто браво! Вы большие младшие! Спасибо огромное! Я надеюсь, что мои коллеги переймут этот опыт и поймут, что залы собираются. Людям интересно, не ошибаемся ли мы, что поэзия умерла, слушателей нет. Вот тут и возник вопрос. Я все же переживаю за молодое поколение, абсолютно пропащее в интернете. Но что делать? Может быть, привлечением внимания лица из телевизора или экрана вдохновят. Анастасия Попова, Ренат Харасов, Новости НТР.